Дорогие друзья, Тайри Иден, шалом алейхем! Мы живем во времени. Когда мы открываем глаза утром, первая мысль, которая приходит в голову, это какой день сегодня, что будем делать сегодня, что мы успеваем, что мы не успеваем. Когда годы идут, мы думаем, что мы уже успели в жизни, сколько лет нам осталось жить. Это все связано со временем. Когда мир был создан, в Сивишне говорит, и будет цвет. И мы думаем, что первая вещь, которую в Сивишне создал, это цвет. И будет цвет. Но на самом деле, слово будет, он в этот момент создал время. Вот это слово будет. Только после этого он создал цвет. В этом шаббате будет 70 лет, как Лубавичский ребер стал глава поколения, стал ребер. Лубавичский ребер был в гостях, член Конгресс Канады. Он говорил ребер, что ему исполнилось 60 лет, и он чувствовал, что он очень мало сделал. А ему скоро на пенсия уходит. И ребер ему сказал, никакой пенсия нельзя обсуждать. Именно в 60 лет он уже опытный, и может принести еще больше пользу. И Моша Рабейну, глава поколения еврейского народа, начал с вами дейтленности в 80 лет. И потом он с 40 лет занимался еврейский народ. Поэтому он еще молодой, он тебе все впереди. В наша глава недели, Бо, говорится о первом заповеде, который евреи получили от Всевишни. Что этот месяц будет для вас первый месяц, и он им показал луна, и говорили им, как будет работать еврейский календарь. Как евреи будут вести свое время? Слово «ходеш» — это как хадаш, как новое. Потому что евреи живут по луна. Каждый месяц луна рождается снова, и у нас начинается новый месяц. И это то, что Всевишний показал евреям. И он говорил евреям, что они должны сами за это отвечать. Были свидетели, которые шли и посмотрели на луну, точно когда она родилась, и по их информациям, которые они дали, Сан-Хедрин, это Верховный суд еврейского народа, решили, когда начнется месяц, когда он закончится, Всевишний передает евреям время, что они за это отвечали. И есть вопрос, почему первый заповед это Время. Это должно быть, что первое заповедное, и для евреев должен быть верить в бога, соблюдать и шаббат, кашрут, вроде бы, календарь это же техническая ивеш. Что, когда, но на самом деле, это на много важней, чем кажется. Когда евреи били в рабство, они не контролировали свою Время, их другие контролировали. Когда они выходят на свободу, они стали хозяева свою Время. И в Сибишне говорите, я вам передаю это важная тема, которая называется Время. Вы будете отвечать за свой календарь. У вас каждый месяц будет новый месяц. Как мы говорим, рожь ходишь. Ходишь это как хадаш, как новый месяц. Мы же живем по Луне, Луна обновляется каждый месяц. И очень большое значение отдаётся эта тема, тема, которая называется Время. И поэтому это первая митцва. Мы должны понимать, что за время, которое нам дают, мы должны за него правильно ухаживать, правильно использовать. Этот день, который нам Всевишний дал, в конце дня, кроме того, что мы должны знать, что мы использовали его, для того, что обеспечить нашу семью, обеспечить наши физические нужды, есть ещё много вопросов, которые в конце дня мы должны сказать во себе, что мы это сделали. Первое, это уделить внимание детей. Если у нас есть маленькие дети дома, каждому ребёнку отдельно надо отдать минимум 20 минут в день. Но в эти 20 минут, что мы били с ребёнком полностью, 100% с ним. Если у нас есть несколько детей, каждому отдельно по 20 минут. Если мы думаем, что ни о чём говорит, надо готовиться к этому. Надо готовить какую-то историю, какую-то тему обсуждать, на его уровень. Если дети не живут с нами, должен быть телефонный разговор, к нему тоже надо готовиться. Ни как дела, как ты чувствуешь, надо готовиться к этому разговору, что он был хотя бы 5, 7, 8 минут каждый день. И если ни о чём говорить, надо тогда придумывать заранее, чтобы был настоящий разговор со смыслом, для того, чтобы мы не потеряли связь с детьми. Каждый день надо подняться в духовном смысле, учить Тору. Если мы привыкли учить, например, Медраж, надо взять на себе что-то сложнее и тяжелее, например, как Мишна, как Талмуд. Для того, что мы напрягли нашу голову, что голова работала больше, что мы глубже учили Тору и поднялись в духовном смысле. Голова тоже должна работать. Вот это если мы привыкли читать какая-то информация и стоим на одно и то же место, это значит, что мы не использовали время, чтобы расти в духовном смысле. Использовать надо время для того, чтобы хотя бы одного человека в день радовать настоящую радость, что кто-то в этот день был счастливым и улыбался по-настоящему благодаря нам. И когда мы говорим радовать человек по-настоящему каждый день, минимум одного человека, это кроме родных. Это человек, который ни ребенок наш, ни муж, ни жена, ни родители. Но человек, который нуждается в этом сегодня. Это очень-очень правильное использованное время. Как это сделать, мы должны знать наши возможности. Если это материальная помощь, может быть, это правильное слово, обнять кого-то, но что мы знали, что в конце дня мы правильно использовали время, конечно, на себе, на обеспечение семью, на учеба Тора, чтобы подняться в духовном смысле, что сделать кому-то одолжение и радовать кому-то по-настоящему, и, главное, нашим детям. Что мы в конце дня могли себе сказать, что вот этот подарок, который Всевышний нам дал, время, мы его правильно использовали, для того, что наша жизнь была светлее и более правильная. Заед гизунт, а Гутен Шабес!